Все пляжи города должны быть оборудованы душевыми кабинами и бесплатными туалетами. Заброшенных прибрежных территорий в Сочи быть не должно, подчеркивает мэр. Ну а как чиновники выполняют поставленную задачу, Анатолий Пахомов проверит уже в эти выходные и начнет с центрального района. Я пешком начну просто пешком проходить и буду смотреть, где там у вас загроженные пляжи. Надо поставить точку вопросу того, что пляжные территории закрыты от кого-то, муниципальные. Пляж отеля «Интуриз» или его называют «Камели». Чтобы туда пройти, есть проход под железной дорогой. И там стоят ворота. Это запрещено. Они у нас взяли территорию в аренду. И в этой аренде есть четко прописано, что пляжные территории доступны. К руководителям пляжных территорий, которые будут препятствовать законным правам граждан, применят жесткие меры, подчеркивает Пахомов. Я предупредил начальников полиции, что ваша задача сегодня официально, чтобы участковые, запомните, официально, чтобы участковые пришли и предупредили руководителей этих пляжных территорий о том, что они, если не будут выполнять законные требования, закон, то есть, да, что свободный проход, то они будут привлечены к административной ответственности по статье 19.3. Там статья до 15 суток. Административный арест. Работает в городе и горячая линия по номеру 8-988-288-2836. Позвонив на нее, сочинцы и гости курорта могут пожаловаться на тот или иной пляж. А лучше сразу вызывать участкового, рекомендует глава города. Необходимо сегодня решить и вопрос патрулирования набережных, а также ограничения там подъезда транспорта. Второй важный вопрос, который обсудили сегодня на планерном совещании, это подготовка к Кубку конфедерации. Сотрудники администрации доложили о ходе усиленной уборки города. Городская среда преображается. Начинается на курорте и массовая высадка цветов. Реализуются и традиционные планы. К примеру, завтра стартует городская программа «Лето-2017». А это значит, что свою работу в Сочи начнут порядка полутора сотен детских площадок.